В Черкассах разгорается скандал вокруг экс-депутата местного облсовета. Любовь Савченко на роскошной иномарке буквально снесла с трассы велосипедистов. От сильнейшего удара 28-летний парень скончался на месте, а его девушку госпитализировали с травмами. По словам активистов, виновница этого ДТП пытается откупиться от родных погибшего, но те требуют справедливого суда. Все подробности выяснили мои коллеги. Черное платье стало повседневным для Лесси. Накануне она похоронила родного брата. Под Черкассами 28-летнего Алексея Гончара насмерть сбила машина. Он работал учителем физкультуры в школе, любил спорт, ездил на велосипеде. В этот злополучный день Лешу и его девушку с обочины дороги снесла иномарка, которой управляла экс-депутат Черкасского облсовета и собственница Смелянской мебельной фабрики Любовь Савченко. Они пытались выйти на контакт. Непосредственно в день происшествия сразу же приехал их представитель. Вот предлагал, давайте, ну вот на месте, давайте мы вам заплатим и забудем это и будем жить дальше. Как будто ничего не произошло. Вот кадры любительского видео ДТП. На обочине дороги стоит та самая иномарка и накрытая простынёй тело велосипедиста. Это отрезок трассы Черкассы Смела. После длительного ремонта её открыли буквально в прошлом году. Дорожники положили новое покрытие и нанесли даже разметку. После этого водители себе здесь скорости не отказывают. Парень ехал за своей девушкой по обочине трассы. От мощнейшего удара его тело отлетело почти на 20 метров вперёд, рассказывает Аня. Её саму выбросило в кювет. Когда опомнилось, Лёша был уже мёртв. Отсюда мы начинаем. Вот аж туда вот в гору она протянула его, меня. Аня вспоминает, как просила водителя вызвать скорую, но Любовь Савченко тут же стала звонить адвокатам. Как она днём не смогла объехать пару велосипедистов, да ещё и на хорошей трассе, экс-депутат по телефону отказалась объяснять. Я не буду ничего отвечать. Извините. По факту смертельного ДТП полиция открыла уголовное производство. Анна проходит в нём только как свидетель. В прокуратуре говорят, потерпевшей или участником девушку могут признать только по её заявлению. Несмотря на высокий статус и связи водителя, следователи обещают быть беспристрастными. На сегодняшний день подозрение не оголошено. Выконываются призначенные и в криминальном управлении ухвалами Приднепровского районного суду экспертизы, по завершению которых будет принято решение, в соответствии с неявностью знака следует криминальное право решение. Машины уже без номеров. И изувеченные велосипеды полиция арестовала. Они находятся на штрафплощадке. Снимать их следователи запрещают. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область.